Всех приветствую на канале Умный Билл. В этом ролике речь пойдет про определенно полезное изобретение – жидкостный биотуалет, позволяющий многим сделать свою жизнь проще и комфортней. Жидкостные биотуалеты нашли широкое применение. Кто-то их использует как передвижное устройство, занимающее совсем немного места в автомобиле и оказывающееся как нельзя кстати при поездке с палаткой на море. Другие находят для него стационарное применение и используют как временный туалет, например при строительстве загородного дома. И конечно такой вариант оказывается наиболее полезным для маленьких детей или для пожилых людей, а также для людей с ограниченными возможностями. Биотуалет определенно удобен, он компактен, при должном уходе не распространяет запахов и что самое главное ему не нужно подсоединение к канализационному сливу, а значит такое устройство можно взять куда угодно и поставить где угодно. Тем же кого интересуют различные варианты реализации загородного туалета, а также их плюсы и минусы, смотрите мое другое видео, ссылку на которое вы сможете найти в описании к этому ролику. Ну а мы продолжим про биотуалет. Давайте для начала рассмотрим конструкцию этого устройства. Биотуалет состоит из двух разъемных частей. Верхняя часть туалета имеет сидение с крышкой и бак для воды, при помощи которой осуществляется смыв после нажатия специальной кнопки. Нижняя часть является накопительным баком, внутри которого и накапливаются отходы. Биотуалет требует расходных материалов в виде жидкости, которые заправляются в баке. В верхний бак наливается обычная простая вода с добавкой специального моющего средства, а в нижний бак специальное средство, расщепляющее нечистоты и уничтожающее запахи. При выборе данного устройства следует учесть целый ряд факторов, сказывающихся на его функциональности и, конечно же, цене. Итак, давайте узнаем поподробнее, на что следует обратить свое внимание при выборе жидкостного биотуалета. Для начала нужно определиться, кто именно будет пользоваться биотуалетом. Тип слива. На сегодняшний день существует три вида реализации слива в биотуалете. Первый и самый простой – сильфонный. Сильфон или помпа – это своего рода гармошка, на которую нужно нажать для того, чтобы вода полилась. Плюс сильфонной системы в ее простоте. Минус – в большом расходе воды при отсутствии должного дозирования сливаемой жидкости во время нажатия. Также при нажатии на помпу нужно приложить усилия, а сама гармошка при сжатии имеет боковое смещение, к которому еще нужно привыкнуть. Второй вариант слива – поршневой. Поршневая система работает при поднятии и опускании ручки поршня. Такая система удобнее сильфонной и позволяет четко дозировать слив. Дозированный слив позволит существенно продлить использование туалета на одной заправке, а также сэкономить средства на расходниках. Третий вариант слива – электрический. При электрическом варианте для осуществления слива достаточно одного нажатия кнопки, как электронасос, работающий от батареек, тут же подаст воду в сливную систему. Минусом электрического варианта является увеличение расходных материалов, в дополнение к которым придется постоянно покупать батарейки и обязательно держать их в запасе. Для детей, а также пожилых людей, туалет с сильфонным насосом может оказаться проблематичным, так как для его смыва потребуется прилагать некоторые усилия. А неконтролируемый смыв при использовании теми же детьми может существенно сократить периодичность очистки накопительного бака и увеличить траты на необходимые расходники. Количество пользователей. Выбирая биотуалет, следует понимать, на сколько человек он будет рассчитан, поскольку количество пользователей напрямую определяет объем накопительного бака. Конечно же, можно так сказать обойтись и малым, купив на большую семью туалет с минимальным объемом бака. Но ошибка в данном выборе в скорости станет очевидной, поскольку значительно усложнит жизнь дежурному по туалету. Да-да, не забывайте о этом человеке, человеке, которому придется стать винтиком в безупречно работающем механизме вашего биотуалета. Ведь от него, а именно от постоянного и своевременного обслуживания, связанного с мытьем и заменой всех жидкостей, зависит то, будет работать туалет или нет. При большом количестве человек и малом баке опорожнять содержимое последнего, возможно, придется чуть ли не каждый день. А удовольствие это нужно сказать то еще. Не нужно путать с рекламой, где это все проделывается, так сказать, налегке и с радостной улыбкой на лице. То же и с чрезмерно большим баком для одного-двух человек. Скорее всего, это будет не оправдано, а при учете того, что некоторые жидкости для нижнего бака имеют срок службы после заливки не более пяти дней, получается, что туалет еще не успел как бы заполниться на четверть, а его уже пора сливать. Как вариант, при не очень интенсивном использовании туалета с большим баком, можно просто наливать меньше активной жидкости в нижний бак. В любом случае, биотуалет, наполненный продуктами жизнедеятельности человека, хоть и наполовину, на длительное хранение отходов в баке не рассчитан, и запахи очень скоро дадут о себе знать. Учитывайте обязательно количество пользователей, без этого просто никак. Если говорить о примерных цифрах, в семье до трех человек на 2-3 дня должно хватить туалета с 12-литровым приемным баком. Приблизительное количество посещений для 12-литровых накопительных баков 20-25 раз. Для бака на 21 литр 45-50 раз. Конечно же, эти цифры условны. Также стоит определиться, кто будет опорожнять накопительный бак биотуалета после того, как он заполнится, поскольку примерный вес для 12-литрового заполненного бака будет 14 килограмм, а для 21-литрового уже 25. И это обязательно нужно учесть сразу. Высота биотуалета. Высота биотуалета для многих может стать определяющим фактором. Как правило, высота биотуалета зависит от объема накопительного бака. Чем меньше бак, тем ниже туалет. Здесь можно пойти на компромисс. Если нужен небольшой объем бака, а высота туалета маловато, на помощь придет подставка или специальный подиум, на котором можно разместить устройство и тем самым добиться необходимой высоты. Автоматический сброс давления. Автоматический сброс давления, не путать с кнопкой сброса давления, предотвращает накопление газа в нижнем бачке и защищает устройство от деформации и порчи уплотнений. Стоит отметить, что такой функцией оборудованы далеко не все модели биотуалетов. Кнопка сброса давления. Кнопка сброса давления тоже есть не у всех моделей биотуалетов. В моделях эконом-класса она отсутствует. Кнопка сброса давления предназначена для предотвращения разбрызгивания смеси накопительного бака биотуалета при его опорожнении. Индикатор наполнения баков. Индикация заполнения нижнего бака определенно удобная фишка, хотя понять о заполняемости можно и при открытой заслонке, а вот индикация оставшейся жидкости для смыва в верхнем баке может оказаться гораздо полезней, и закончившаяся жидкость не станет неожиданностью в самый неподходящий момент. Ответив себе на данные вопросы, загляните в таблицу технических характеристик, изучаемых вами изделий. Собирайте наиболее подходящую вашим требованиям модель. Теперь давайте рассмотрим наиболее распространенные вопросы про биотуалет. Насколько смывов хватает сливного бака биотуалета? При использовании специальной жидкости для сливного бака, снижающих загрязненность внутренней поверхности за счет образования пленки на стенках туалета, расход воды при одном нажатии насоса составляет примерно 100 миллиграмм. То есть при 15-литровом объеме сливного бака его ориентировочно должно хватить на 150 смывов. Как выбрать средства для биотуалета? Для безотказного функционирования биотуалета на протяжении гарантийного срока и в дальнейшем. Многие, ровно как и, например, известный всем производитель Тетфорд, рекомендуют использовать оригинальные жидкости. Однако существуют и отечественные аналоги, которые стоят в разы дешевле. Производитель не обязывает, но рекомендует использовать только оригинальные жидкости. Поэтому аналоги вы используете на свой страх и риск. Как утилизировать смесь из нижнего накопительного бака биотуалета? Все компоненты продаваемых жидкостей проходят проверки на экологическую безопасность. Какие-то виды жидкости из нижнего бака можно даже выливать в компостную яму. Другие виды рекомендуется утилизировать только в специально отведенных местах. Поэтому перед покупкой жидкости будет не лишним ознакомиться с инструкцией и узнать, как следует утилизировать отходы с данным видом жидкости. Сколько весит биотуалет? Вес пустого биотуалета вы можете посмотреть в подробных технических характеристиках. Как правило, он весит не более 5 килограмм с пустыми и незаполненными баками. Насколько смывов хватает батареек? Время работы различных батареек разное, но в среднем их должно хватить на 500-700 смывов или на 3-5 опорожнений нижнего бака. Как узнать, что приемный бак заполнен, если нет индикатора наполнения? При открытии заслонки нижнего бака перед посещением биотуалета визуально можно определить уровень заполнения. Эта заслонка, герметично закрывающая приемный бак биотуалета, и есть верхняя точка заполнения. Какой вес человека выдерживает биотуалет? Как указывают производители, пластик некоторых видов биотуалета может выдерживать нагрузку до 150 килограмм. В любом случае необходимо ознакомиться с паспортом изделия перед его приобретением. Выбирая биотуалет, не торопитесь с покупкой. Почитайте форумы, проконсультируйтесь с вашими знакомыми. Возможно, у них есть опыт эксплуатации, и они смогут поделиться с вами своим особым мнением. Такая информация может оказаться весьма ценной при разговоре с продавцом-консультантом в момент покупки изделия. Подготовившись, вы будете точно понимать, что вам нужно, а продавцу будет гораздо проще понять вас и показать модели, подходящие под ваши запросы. На этом все. Если видео оказалось полезным, поддержите мой канал, ставьте свои лайки и не забывайте подписаться. Всем удачи и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok